Здравствуйте, дорогие зрители! В Японии сняли шоу про рыбалку. Играют две команды. Первыми выступят голубые. Пятеро лучших рыбаков-позитивщиков. Второй номер, однако, печальный, потому что он трезвый водитель. Суть шоу в том, что на голову надевается резинка. Возможно, это выпад в сторону Китая с его высокой рождаемостью. Внезапно резинка слетает! Неправильно надел, что ли? Может быть, она давит? Без неё, конечно, приятнее. Но сегодня в этой компании ему придётся её надеть. С этой резинкой на голове ему нужно съесть наживку, а потом передать эстафету следующему сокоманднику. Качество видео пришло к нам из глубин истории. Давайте смотреть. Начинается голубой раунд. Наживляемся! Резинка давит ему на какие-то генераторы допамина. Нахлынули эмоции и чувства, пытаются справиться с ними. Голубой команде нужно съесть пять наживок. Одна есть, срочная передача эстафеты второму. Каждому последующему участнику будет тяжелее. Потому что наживка находится дальше. Растягивать резинку нужно больше. Второй участник. Шабен. Ему тяжелее также, потому что растрясли наживку. Шабен языком ловит муху. Ну, наживку муху. Пока что темп у них очень высокий. Проблем не возникало. Красным придётся поднапрячься в своём раунде. А у третьего проблема. Приманки спутались. По нему видно, что он уже не первый раз. Он уже харассил японских рыбаков, поедая их приманки под водой. Наводится на цель, как самонаводящиеся ракеты Hellfire. С резинкой становится всё опаснее. Она натягивается всё сильнее. Либо она выдавит глаз, либо отрежет нос. Включается пылесос. Три из пяти есть. Остались самые тяжёлые наживки. Выходит мастер. Он улыбается в глаза смерти. Он сексуально харасит смерть. Под покровом ночи. Ниндзя Лизун. Нашумевшее дело в Японии. Он сумел уговорить самого императора отпустить его. Император уже никогда не был прежним. Пятый участник голубой команды. Делал себе пластику по уменьшению носа, но его не так поняли. Большой поклонник слепого самурая Затойчи. Стесняется своего длинного языка, поэтому до сих пор холост. С небольшой задержкой, но всё равно довольно быстро съедает пятую наживку. Засим заканчивается очень впечатляющее выступление голубой команды. Смогут ли красные их обогнать? Им нужно показать результат лучше, чем минута 37. У красных есть свисток. Есть мнение, что и у голубых есть свистки. Но мы видим, что красные обсуждают предстоящие тактики. Они сетуют на то, что играли бы они в Warface. То они победили бы уже сейчас. Во что вы спросите? В Warface? Нет. В Warface. Это шутер бесплатный, с миллионами игроков. Постоянно новый контент для сингла и для мультиплеера. Графику переработали так, что просто... Ежедневные задания во всех уголках планеты. ПВЕ. Новая спецоперация Blackwood. То есть чёрный ствол. Там сделали крафтинг. Который даёт вам новое оружие, просто пока вы играете. Вообще оружие там больше ста видов. Где вы такое видели? Я? Нигде. И сейчас работает супер предложение. Как для новых игроков, так и для тех, кто уже играл. Но есть смысл вернуться. Набор снаряжения абсолютно всегда. А также пушки. Эта акция ограничена по времени до 13 сентября. Надо поспешить. Проходите по ссылке в описании и получайте этот набор. Красная команда готовится к выступлению. Второй номер регулярно бреет голову. Чтобы на ежегодных драках рыбаков-алкашей Японии его не могли схватить за волосы. Кличка Сом. Команда крайне серьёзная и агрессивная. Первым выходит Виктор Цой Япония 2019. Однако он долгий. Теряет время. Тянет резину. Не черепом, а носом. Поэтому получается дольше и тяжелее. Теряют время. Выходит бритый Сом. А также один из гуру коучинга пикапа в Японии. Он подходит к цели уверенно. Грациозно. Резких движений не делает. Понимает большое значение. Прелюдии. Но слишком большой нос и здесь играет с ним злую шутку. Забирает конфетку. Взрывается чувство в нём. Отдача от выстрела отбрасывает его к себе. Третьим выходит японский Брюс Ли. Он говорил. Лучше пользоваться не десятью тысячами резинок. А десять тысяч раз пользоваться одной. Такого мастера, сказал Брюс Ли. Я буду бояться. Четвертым выходит рыбак-новичок. Его зовут Вирджин. Ему тяжело надеть резинку. Он не понимает, как это делать. Друзья помогают натянуть. Вирджин полон энтузиазма. Его первая наживка. Но мы видим, что опыта у молодого человека нет совсем. Нескладные, неловкие подкаты. Любительская работа языком. Голубые смеются над ним. Он пытается найти нужную точку на этой конфетке. По факту только натирает её. Конфетка отстраняется. В свой первый раз Вирджин запомнит на всю жизнь. Он ещё и попал на телевидение. Слетает резинка. Но не рвётся. Можно надеть ту же самую. Но подождите, что-то изменилось. Вирджин стал увереннее. Появился хитрый прищур. Для него это уже не первый раз. А второй. У него взгляд безумный. Он крепок, он чугунный. Конфетка уже не отстраняется. Она терпеливо ждёт, пока он соберётся с мыслями. Теперь он знает, что рыбы много. И хватит на всех. Осталась последняя конфетка. От красной команды уже был двойник Виктора Цоя. Сейчас выступает... Газманов. Закрыв глазом, он пытается применить мысли скакуны. Телекинезом приманку приманить к себе. Судя по носу, он также использует запретную магию. Но вместо того, чтобы пожирать смерть, он пожирает конфетки. Добренький. Красная команда всё. По времени они явно позади голубых. Псом вскакивает, говорит, что за дела? Это не мы позади голубых. Голубые позади нас. Давайте драку. Не зря же он сбрил голову. Ой, то есть, побрил голову. Голубые радуются. Они предчувствуют уже победу. Две минуты двадцать шесть секунд. Против одной минуты тридцати семи у голубых. Японское шоу про рыбалку. У вас есть три секунды, чтобы поставить лайк. Кто не успел, тот молодец, что досмотрел. Спасибо вам за внимание. Добра, любви и процветания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok